В студии Первого Балтийского канала Елена Соломина и утренняя скороговорка. Российский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, который начерно обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку купи, лучше кипу пик, лучше пи кипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга. Бомбами забомбардируют за то, что некто чернорыл, у него полдвора рыл им изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали, в то время кралась Кларю, пока Карла у Клары корал и крал, за что Клара у Карла украл и Клар нет. А потом на дворе дикотниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех, а Кларе с Карлом, а мраки все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, не до дикотниковой вдовы, не до дикотниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова, раз дрова, два дрова, три дрова. Они вместили все дрова и два дровосека, два дровокола, дроворуба. Для расчувствовшейся Варвары выдворили дрова, шире двора, обратно на дровяной двор. Где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цаплей цепкой цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сам овца, который носит сене сено в сане. Потом везет сеньку Соньку с санкой на санках. Санки скок, сеньку в бок. Соньку в лоб все в сугроб, а Сашка только шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел. Саша на шоссе Сашина шел. Сонька же Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку. Да при том у Соньки вертушки во рту еще. И три ватрушки. Аккурат медовик, но и не до медовика. Сонька и с ватрушками во рту панамаря перепанамарит, перевы панамарит. Жужжит, как жужулица жужжит, да кружится. Была у фрола, фролу на лавра наврала. Пойдет к лавру, на фрола лавру наврёт. Что вахмистер с вахмистерши, ратмистер с ратмистершей. Что у жа, у жата, у ежа ежата. А у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять пять ребят съели. Пять опять с полчетвертью четверика, чечевица бесчервоточина и 1666 пирогов с творогом из сыворотки из-под простокваши. О всем о том у колокола. Колокола звоном разванивали. Да так, что даже Константин Зальцбургский, бесперститивняк из бронетранспортера, констатировал, как все колокола не переколоколовать и не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить и не перевыскороговорить. Но попытка не пытка.